То есть строительные ошибки здесь, как под копирку. Что бывает чаще всего? Ужас. Ужас. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Мороз Алексей, компания Крупмонтаж. Всем привет! Сегодня мы обсудим одну из проблем, с которой многим из вас приходится сталкиваться во время ремонта и отделки загородного дома. Проблема настолько серьезная и пугающая своими последствиями, что люди звонят в панике. Алексей, помогите! Ужас! Потолка капает, по стенам потеки, утеплитель мокрый, сосульки и глыбы на крыше. Ужас! Что делать? Делая внутреннюю отделку, вы совсем не ожидали получить проблему сверху, с неожиданной стороны. Что происходит, когда вы начинаете отделочные работы в отопительный зимний сезон? Посмотрим наиболее часто встречающуюся ситуацию. Вы купили дом. Как правило, дома продаются на стадии отделки. То есть коробка, крыша, перекрытия сделаны. Приступаем к отделке. Надо начать быстро и закончить еще быстрее. Хочу напомнить, что дом только построен, он свежий, без отопления. Тут же вам подключают отопление, газ, вешают батареи. Что происходит? И начинают мастера-отделочники штукатурить обильно стены, делать стяжку. На втором этаже тоже делать стяжку. Штукатурка идет полным ходом. Кладут плитку в санузлах. Что происходит с влагой? Тем более зимой. На улице, ну, в среднем минус 10. В среднем бывает минус 5, бывает минус 15. У вас внутри плюс 18. В доме у нас собралось огромное количество влаги. Сколько вы воды вылили в смеси, столько в этой воде куда-то нужно деться, испариться. И эта вся вода в виде пара подымается, испаряется. Здесь по лестничному проъему этот теплый влажный воздух подымается наверх. Типичный подмосковный коттеджный поселок. Однотипные дома, однотипная застройка. У каждого домика по 6 соток. Что еще надо? Мечта. Стало быть, если одинаковая застройка, одинаковые проекты, одинаковые дома, то и строительные ошибки здесь, как под копирку. Что бывает чаще всего? Вот конкретно на нашем объекте, который мы сегодня с вами рассмотрим. Пароизоляция, как попало, намонтированная, самая дешевая эконом-класса. Стыки не проклеены, дырок очень много здесь. Люк. Строители не удосужились ни закрыть, ни какую-то временную хотя бы крышку там сделать. На каждый дом, который я приезжаю с диагностикой, этот люк там постоянно открыт. А почему? Потому что строители думают, влаге надо куда-то деться. Чтобы она выветривалась отсюда, в зоне их действия, да? Куда же идет влага? Она проходит сквозь дырявую пароизоляцию. Во все стыки между бетонными стенами, кирпичными, и пароизоляции, которых нет. В этот люк вылетает. О, в доме тепло. Нам туда, наверх. Пойдемте. Потеки, обилие конденсата течет по стенам. Включили отопление. Делать здесь штукатурку, стяжку, теплые полы. Влаги деться некуда. Соответственно, она поднимается наверх. А вот уже с перекрытием, с утеплением перекрытий, здесь полная беда. Много отверстий, дешевая пароизоляция, непроклеенные стыки везде по периметру. И тепло проникает в утеплитель. Главное, как мне сказали строители, я говорю, у вас же люк открыт туда, на чердак. Так это специально, чтобы проветрилось, влага уходила. Ну, а на чердаке сами можете представить, что происходит. Влажный пар встречается уже с холодным воздухом. Получается обратный эффект. По закону физики, теплый воздух превращается в жидкость. Конденсат появляется на стропилах. Скапывает в утеплитель. Весь утеплитель мокрый. Холодный чердак, по сути, здесь таких нарушений в принципе нет. Гидроизоляция присутствует. Но посмотрите, обильное выделение конденсата. Он высаживается на гидроизоляции и скапывает в них. К сожалению, примеров много, потому что сейчас отопительный сезон. Вот утеплитель мокрый. Намокший утеплитель всего лишь на 5-10% снижает теплоизоляционную способность на 50%. Влаги настолько много, что она начинает стекать по стенам. Как и по внешней, с внешней стороны, так и по внутренним. От этого нарастают огромные голыбы на крышах и сосульки. И при этом окна закрыты. Это прекрасная среда для возникновения плесени и грибка, которая обязательно появится. И если вовремя не предпринять какие-то действия по устранению грибка, то этот процесс перейдет в следующую стадию, в стадию гниения. Как вы думаете, что скажет вам отделочник? Мы свою работу делаем качественно. Смотрите, стены ровные, стяжка ровная. Вам надо крышу ремонтировать. Крыша плохо сделана. Такой ответ стандартный. В принципе, они правы. Но вопрос, кто заплатит за испорченный мокрый утеплитель? А его что, менять надо мокрый? Конечно, Юрий, его надо менять. Ах ты ж вы... В воде одеваться некуда. Надо сразу проветривать это все. Но этого недостаточно. Следующая проблема, которая часто мне попадается, это мокрый армопояс. Сейчас мы рассмотрим причины и следствия. Я нарисовал данную схему в разрезе стену. Из чего она состоит? Из газоблока, на котором залит армопояс. Стена облицовочная из кирпича. Здесь воздушная прослойка, утеплитель. И здесь заложен пенопласт. Обследовал этот чердак. Я долазил до этой точки. Светил здесь фонариком. Я этот узел именно досконально изучил, который на нашем объекте. Там армопояс бетонный. Промерзает вдоль стен по всему периметру. Почему? Потому что утеплитель только доведен до внутренней стены. Идет в этом углу промерзание. Конденсат прям стекает. И паразеляция там не проклеена. А должно быть утеплено туда до внешней стены. Почему сырой армопояс сквозь штукатурку? Как известно, бетон отлично вбирает в себя влагу. Пока влага не исчезнет, не испарится, он и будет сырой. Постоянно мокрый. Часто бывает так. В частности на этом объекте. И на многих других отсутствует утепление зоны Маурлата. Паразеляция была доведена до стены. Влажный воздух, он спокойно выходил сюда. Встречался с холодным. И происходило конденсирование. В итоге вы имеете сырой армопояс. Видя такую картину, любой заказчик впадает в ужас. Друзья, не стоит паниковать. Эта проблема решаема. Несмотря на ужасную картину, все это можно исправить. Если знать, что делать. Начнем по порядку. Как правило, в 95% если вы покупаете дом на продажу, готовый, то паразеляция, я вас уверяю, она эконом-класса и сделана номинально. Чтобы показать, что она есть. Какая-то пленка там есть. Первое, с чего вам нужно начать, оценить состояние пленки, что это за пленка. И поменять ее на новую, допустим, более качественную. И все стыки этого парабарьера на перекрытиях должны быть герметичные, проклеенные вдоль стены. Завести пароизоляцию на бетонные стены, на кирпичные. Чтобы последующая штукатурка их перекрыла. После пароизоляции мы утепляем перекрытие 250 мм. Это московский регион. Люк, если он имеет, закупорить все щели, чтобы влажный воздух не попадал на чердак. Даже если он попадет, чердак должен обязательно вентилироваться. Если есть у вас пораженная грибком или плесенью древесина, несущая конструкция, обрешетки, почерневшие, то тоже она решаемая. Можно купить отбеливатель, специально он продается на строй рынках. Я рекомендую, например, не амит. Либо валиком, либо щеткой. Через один день-два она просохнет, будет белая чистая. Мы разобрались с перекрытиями. Мы их надежно запараизолировали, утеплили. Сразу хочу сказать, что будет происходить. Капли избыточной влаги, они будут висеть на пароизоляционной пленке. Пугаться этого не надо. Мы защитили наш чердак и наш утеплитель от намокания. Теперь нужно обязательно проветривать помещение. Открывать окна. Вы открыли окна. Но влаги настолько много, что этого может быть даже недостаточно. Работы ведутся беспрерывно. Не успевает все проветриваться и просыхать. Это нужно переждать. Все это исчезнет, когда просохнет дом. Но есть определенные технологии работы, при которых окна открывать нельзя. Например, я знаю, есть там какие-то наливные полы. Пока они застывают, окна должны быть закрыты. Что делать в этом случае? Я советую, возьмите в аренду осушителей. Они есть разные. Размеры, объемы и мощности 25 литров в сутки поглощения, либо 50 литров. Представьте, эта машина 50 литров влаги вытягивает из воздуха в бак, который нужно обязательно раз в сутки сливать. Эти машины, конечно, дорогостоящие. Покупать их смысла нет. Но в аренду взять легко. Стоимость аренды в московском регионе от полутора тысяч. Они очень пользуются спросом и работают отлично. Потому что решают данную проблему. Взять на недельку, на дней 10, такой агрегат не помешает. Макреет армопоиск. Как решить эту проблему? Так как здесь уже заштукатурено где-то сантиметра два. Я посоветовал сбить штукатурку и завести пароизоляцию на стену. Сантиметров 5-10 и проклеить. И потом закрыть штукатуркой. Это первое. Далее. Балка у нас 150. Это мало для нашего региона. Нужно утепление 250. Добавить 10 сантиметров. И всем вот этим контуром накрыть полностью до внешней стены. Вот эту зону и армопоиск. Когда просохнет, он будет сухой. Вот эта зона должна быть утеплена полностью. Но еще частая проблема. Заливают сверху армопоиск. Здесь вы изнутри, понятно, все защитили, сделали его теплым. Так вот, с внешней стороны обязательно оставляют место для пенопласта, для пеноплекса. Здесь нужно его тоже дополнительно утеплить с уличной стороны. Это тоже частая ошибка. Если этого не сделать, он уже с внешней стороны, армопоиск, будет набирать влагу в себя. Будет просматриваться влажность. Вот это не в таком уже обилии, как сейчас. Но все равно влага будет просматриваться в виде желтых пятен каких-то на обоях. Об этом лучше подумать при заливке. Когда вы делаете опалубку для армопоиса, оставляете место для пеноплекса. Армопоиск не должен соприкасаться с холодным влажным воздухом. С перекрытия пощупал. Там с внешней стороны пенопласт имеется. Его как бы с наружной стороны утеплили армопоиск. В нашем конкретном случае застройщик молодец и вложил таки пеноплекс. Хотя это скрытые работы и частейшая ошибка в это место. Не все вставляют пеноплекс. Это нужно контролировать обязательно при отделке дома. Пятисантиметровый пеноплекс здесь имеется. Им утеплить нужно в принципе только эту зону. Ошибки застройщиков, незнание владельцев, некомпетентность уже отделочников. Вот на этом стыке умножают эти ошибки на большие проблемы. При покупке недвижимости вызывайте, пожалуйста, экспертов на оценку строения. Будь то фундамента, состояние кровли, даже качество бетона, который заливался. Потому что потом вы будете узнавать все новые и новые подробности о вашем доме. И помните, что начинать отделочные работы в зимний период без подготовки нельзя. На этом все, дорогие друзья. Не повторяйте ошибок. И если даже не есть, это ничего страшного. Все можно исправить. Звоните к нам в Круфмонтаж. С вами был я, Мороз Алексей. До новых встреч. Пока.